Казан Кебаб Казан Кебаб Это 1,3 килограмма бараньего окорока Мы сейчас с вами должны его нарезать Я убрал немного жир Как я нарезаю Нарезаю я как на шашлыки По такому же принципу Вы конечно сейчас удивитесь Но мы будем сегодня еще готовить шашлыки Вот такие кусочки должны получиться Понадобятся 2 луковицы Одна огромная Нарезаем полукольцами Я не очень люблю нарезать здесь Потому что стол трясется, но вот что-то около того должно получиться Три помидора, рекомендую взять розовые, потому что они прям вообще мясистые, как надо Что мы с ними делаем? Во-первых, нужно убрать полудоножку Ну, нафига она нам нужна, а? Конечно, может быть, ей обидно, что мы ее никак никуда не добавляем, но все же Нарезаем, да по такому же принципу, слушайте, как и лук полукольцами Ну, а теперь самое главное, это специи Где-то одна столовая полторытия, я все на глаз делаю Это паприка, это у нас сушеный базилик, это соль, порядка чайной ложки И это кориандр, основные специи Я их сразу здесь все перемиксовываю, чтобы равномерно все распределилось по мясу И по, соответственно, маринаду, закидываю сюда Последнее, что я добавлю, это свежемолотый перец Я добавлю его немного, чисто для вкуса И все, а теперь начинаем жамкать Вот нужно все реально жамкать, прям выдавливать сок из помидор, чтобы он был Вот так вот, чтобы он пропитывал миску ароматцем вкусным Чудеса монтажа позволяют нам перейти на 2 часа вперед Но я еще оставляю минут на 30 его мариноваться А по поводу данного маринада Для меня это идеально для баранины Единственное, что я еще добавляю немножко кинзы И добавляю свежего базилика и газированной воды И я еще делаю, скорее, даже с корейкой бараний Все, я оставляю на 30 минут Мы с вами двигаемся еще дальше Сейчас действие с картофелем происходит Многие, кстати, спрашивают, Лех, прикол Слушай, как я некрасиво с бараниной поступил Я думал, она аккуратненько ляжет Нет, смотрите По поводу казана Спрашивают, почему он у меня не ржавеет После каждого применения То есть я приготовил что-то Я убрал без мыльных средств Протер тряпочкой и протер обычным подсолнечным маслом И все, тогда будет огонек, ребята Что мы с ним делаем? Мы с ним сейчас действие следующее Проводим, ставим его на печь И ждем, пока он у нас с вами будет горячий Сейчас мы займемся непосредственно приготовлением картофеля Потому что это полноценная комба Это и картошка, и вкусное мясо Казан разогрелся Добавляю сюда 400, может быть даже 500 миллилитров подсолнечного масла И жду, когда оно у меня прогреется полностью Да, ну можно, конечно же, растопить курдюк Ну, бараний жир И делать на нем Но я вот, например, не хочу принципиально это делать На 1,2 килограмма мяса я беру 1 килограмм картофеля Нарезаю на 4, на 8 частей Самое главное, чтобы они были одинакового размера В кипящее масло запускаем И сейчас будет запущен, он уже запущен Процесс обжаривания Ну, это фритюр, короче, называется Вы прекрасно понимаете Сколько мы делаем, да? По времени Я не знаю, может быть, уйдет 5 минут, может 6, может быть, больше Самое главное, чтобы была золотистая красивая корочка В конце покажем, вот, что там получится у нас Ну, в общем, вы поняли, да? Это блюдо такое, спортивное абсолютно Пока готовится картошка, займемся мясом Вот здесь вот этот процесс, и раньше я не делал Но я отвечаю Это прям вообще плюс 500 ко вкусу Мы с вами должны его не доготовить Нам нужно придать, у углей должен быть хороший жар Картошка готова Достаем ее по шумовке И кладем в миску Вот она хрустящая Она, кстати, сейчас уже фактически готова По готовности картофеля, смотрите Вот я могу вот так вот его сделать Смотрите, он мягкий, уже вкусный Вау, все, двигаемся дальше Прошу прощения, в прием в кадре Добавляем соли по вкусу Блин, как вкусно, е-мое Свежемолотый перец также идет сюда Так, для вкуса И все, теперь берем ложку И красивенько, вот так четенько все перемешиваем Чтобы весь картофель равномерно был покрытый солью и перцем Двигаемся дальше Это у нас маринад Я его слегка отжал То есть, видите, это у нас дуршлаг Ну, немножко жидкости осталось, ничего страшного В казан я добавляю небольшое количество масла О, видали, что я сделать могу Я волшебник, блин Дэвид Коберпил Ты что, жив, интересно? Дэвид, если смотришь, поставь лайк Жмякаем сюда все Ну и отбрасываем сюда мясо Оно у нас уже готово Прямо шампур Оно слегка с пригаренками Ничего, ну жир Естественно, он пригорел Ничего в этом страшного нет Забрасываем все мясо сюда Оно еще не 100% готово В таком виде еще обжариваем минут 5 В этот момент я также забрасываю следующие специи Это перец чили с сушеной пепперон чини Две штучки, он очень ядреный Можно использовать обычный чили И следующая специя, которую я внезапно просто полюбил Это зира Но без нее баранина, это не баранина Вот такое количество Я беру И вот так вот перетираю сюда Ломай, ломай меня Полностью Ну и разумеется, еще раз перемешиваем Мясо равномерно с луком распределяем Вот так вот И теперь нужно залить водой Я заливаю кипятком, чтобы не менять сильно температурный режим Надеюсь, меня сейчас слышно Заливаем водой столько Чтобы она полностью закрывала баранину Давайте отравняемся Посмотрим, что получилось Да, вот что-то около того После чего я закрываю крышку Беньшаю огонь до бедебалли И оставляю в таком виде минут на 30-40 Ну а пока мы с вами займемся вкусной закуской Это подложка из лука Я начистил 6 штук Поэтому давайте приготовим ее Я такой стал нежный к еде Если вот эту процедуру не сделать То лук будет горчить Поэтому я заливаю кипятком Лука должно быть много Это должна быть подушка Да нет, почему это? Одеяло для нашего блюда Ребята, вот это можно тонны съесть Я ненавижу себя в детстве за то, что я лук не любил Потому что вот эта закуска под все что угодно подойдет Даже под доширак Добавляю одну столовую ложку сахара Я делаю все на глаз Я так просто приблизительно вам говорю То есть на одну столовую ложку сахара У меня идет пол столовой ложки соли Соль также идет сюда Вот так вот идет, идет Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ Все, вот это хорошечно Нет, знаете, я хочу немножко побольше Вот так будет вообще здорово А следующее, что я добавлю Это свежемолотый перец Вот здесь его надо совсем чуть-чуть Немножечко, да Это у нас идет кинза Если бы я готовил с другим мясом, это могла бы быть петрушка Не нравится кинза, пожалуйста, мелко-мелко нарезанная А у нас получается полтора пучка здесь И идет сюда у нас яблочный уксус Пятипроцентный Порядка двух-двух с половиной столовых ложек Опять же, я делаю это все на глаз Мне кажется, что вот так будет прям как надо А теперь руками все это наминаем Лук, естественно, уже не горячий Не, ну он горячий, теплый, но мне как бы вообще комфортно Маринованный лук я кладу просто на кухню, не в холодильник Оставляю на 20-30 минут Этого времени будет достаточно Это очень крутая закуска к шашлыку, к любому Это заходит на ура Я вам отвечаю, единственное, что не нравится кинза Но добавьте, может быть, с петрушкой мы, кстати, делали Получается тоже очень годно Так, давайте пойдем дальше, что у нас происходит с казаном Я его сейчас, как вы видите, открыл А посмотрел, что мелкие побулькивания есть Все, значит, процесс правильно шел Вот эти 30 минут Я подбрасываю еще две дровинины Теперь мне нужно максимально выпарить оттуда жидкость Чтобы остался лишь густой соус На это еще уйдет минут 15-20 Вы наверняка спросите меня Ну, либо скажете Лех, ты неправильно делаешь Нужно было вместе с водой ту, а картошку закидать Я так пробовал готовить Мне так не нравится Я покажу, как мне нравится это блюдо И как вот мы с человеком, у кого это кафешка Мы сошлись во мнениях То, что остается 5 минут до приготовления Я забрасываю этот весь замечательный картофель Хрустящий Перемешиваю И все И подаю на стол И он остается хрустящий И при этом весь в этом соусе И просто бомбически вкусный Е-мое, ну правда вкусный На представлении блюда Как всегда все попробуем Ребята, многие, кстати, пишут в комментах Ну, это, наверное, скорее всего хейтеры По поводу того, что Лех, хватит бухать в видеороликах Я вам отвечаю У меня просто хорошее настроение Знаете, какой залог хорошего настроения? Это хорошая работа Раз У меня это, кстати, не работа Это хобби А второе Это регулярная Пестик-тычинка Будем завуалированно все говорить Третья Че, Наташ, третья? Музыка хорошая Которая сейчас начнется В представлении блюда И попробуем все Если у многих будут вопросы По поводу того, что вообще Казан-кебаб это очень быстрое блюдо А ты его усложняешь Ребята, я могу сказать Что вот этот процесс Занял просто лишние 6-7 минут Приготовления на мангале А тем более, знаете У многих Такая приблуда стоит На самом мангале Куда ставится казан Так это вообще Одно удовольствие готовить Не знаю Я вот готов заморачиваться Ради вкусных штук А тем более Что если есть фишка Ради которой Можно усовершенствовать Какое-то блюдо Я вообще Всеми руками И глазами За Ребят, поняли? Так Как показать мягкость мяса? Я все время думаю Да че, вот я беру Вот так, смотрите Мягчайшее Мясо, ребят Просто космос Дорогие ребята Я рекомендую вам Присмотреться к этому рецепту Потому что он действительно Очень достойный Если вдруг вам лень Заморачиваться Например С мангалом Поджарить Потому что дымковый привкус Здесь остался При этом все специи Очень равномерно Распространились Нету нехватки соли Скажи Вот то есть Настолько все шикарно Потому что картошка соленая Мясо при этом соленое Вот эти специи нужные Больше ничего сюда не надо И вот этот вот соус Потому что это как некая Глазировка для мяса Она даже не столь Действительно как соус А глазировка Она полностью покрывает Вот этим вот томатами С небольшой кислинкой Это все настолько здорово Ни в коем случае Вот эту вот Амброзию Которая будет у вас Из-под мяса Не надо выкидывать Попробуйте Приготовьте В итоге получается Охрененный соус Не хотите с картошкой Делайте без картошки Я теперь показываю Вообще высшак Как я себе вижу Употребление этого блюда Здесь к сожалению Нужно будет нарезать Лучок Что? Что лучок в космос? С бараниной Натаха Ну Тебя возбуждает Когда мужчина Хорошо готовит? Ну ты моя сестра При этом Я хочу заметить Да, у меня К сожалению Муж не попал В эту категорию А, да? Ну я ему научу Смотрите, что происходит Вот просто Приготовьтесь Берется сейчас Картошечка И мясо Вот так аккуратно Сюда кладется Лучок По поводу моей варежки Я вам все говорил Она у меня открывается С самого детства Очень хорошо Сейчас должна Холодненькая быть Ледяная просто И вот тут Говорится какой-то Красивый тост И погнали Ребят Помните Я вам говорил Недавно В Хачапури По-аджарски Что Хачапури По-аджарски Это мое любимое блюдо Я вам врал Вот это вышаг Это делается просто И охрененно вкусно Чай Все доем Потому что Мне будет не остановиться Я считаю Что у меня Сегодня получилось Показать вам Целых три рецепта Первый Это Маринад Для баранины Единственное Я рекомендую Туда добавлять Гранатовый сок Немножко Может быть На килограмм Где-то 100 миллилитров И газированную воду Тоже в размере 50 миллилитров Она просто будет Вообще идеальная Но здесь Это не было Необходимостью Поэтому здесь Я это не делал Второе Это закуска В виде лука Вообще Просто Это просто Я понимаю Что у многих Нет казана Но можно же Это блюдо Дома сделать Возьмите На вооружение Этот лучок То есть Да Могут быть овощи Какие-то Помидоры нарезаны Огурец И все Но вот эта подушка Обязательно Вы на горячий шашлык Прям на шампурах Кладете вот сюда Стекает жирочек Еще туда Это просто космос Ребята Это очень просто Но офигенно И очень вкусно Ну а третий Это был казан кебаб Не знаю Зайдет вам Моя версия Или нет Я могу сказать Что я перепробовал Ну 5-6 рецептов Это точно Разных абсолютно Я остановился на этом Этот для меня идеален А так как это мой видеоблог И я стараюсь показывать Те рецепты Которые нравятся мне Вот такое исполнение Действительно по мне Мотайте себе на ус Если нравится тематика Казана Обязательно ставьте пальцы вверх Да и вообще просто Если нравится Если ты Мой дорогой друг Приятного аппетита Сейчас ешь пельмешки С сметанкой А вдруг Это может даже доширак Ставь палец вверх Вообще Все ставьте пальцы вверх Че грустить то Нормальный канал Хорошая еда Показывается Че такое то Шикарный ведущий Шикарный Не ведущий говно Если честно Ребята Собираемся ведущего убрать С вами был как всегда Говно ведущий Алексей Крильков Подписка На основной канал Ссылка на группу Вконтакте Будет в описании До вкусных встреч Пока Ну да Ну да И все Те кто не понял Или Может быть считает Что это не то блюдо Которое меня назвал Ну прошу меня простить Я признаю свои ошибки Я не такой Замечательный Как вы Не такой Великолепный Что Киллеру в конверте Сколько дадим Зачем Ведущего убираем Оставь это для мира торга Пока ребят